На телеканале Юганск новости. В студии Ангелина Кагальникова. Здравствуйте! И в начале коротко о главных темах этого выпуска. Памтрек для каждого. Команда Югры оценила реализацию проекта благоустройства общественной территории «Променад». Больше деревьев и кустарников. Благодаря депутатам и жителям микрорайонов в Нефтьюганске продолжается озеленение территорий. 40 лет рука об руку. Нефтьюганская общеобразовательная школа номер 8 отпраздновала свой юбилей. Памтрек в 16 микрорайоне входит в список уже завершенных объектов карты развития Югры. Народная программа партии «Единая Россия». Он был возведен в рамках проекта благоустройства общественной территории «Променад». Народные избранники посетили его в рамках депутатского контроля. Подробности смотрите в сюжете Игоря Шмелева. Школьники полюбили памптрек с первого дня его открытия. У специальной велосипедной трассы, где чередуются ямы, кочки и контуры, есть особенность. Скорость здесь поддерживается не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения волн. Представители команды Югры своими глазами оценили состояние объекта. Спустя больше месяца активной эксплуатации, на первый взгляд, конструкции выполнены на совесть. Но окончательно делать выводы о прочности можно будет только по весне. В рамках муниципального контракта предусмотрено данное гарантийное обязательство. То есть в случае необходимости, грубо говоря, так иначе будет восстановлено. Первый вопрос по освещению, потому что все-таки у нас темнеет рано и дети все еще катаются. Поэтому такой вопрос возник. В принципе, адекватный ответ получили, что будут закладываться, будут делаться проектирования. Надеюсь, к следующему сезону у нас уже будет здесь освещение. Освещение изначально не было предусмотрено дизайн-проектом. Поэтому сейчас рассматривается вариант установки четырех светильников, которые будут запитаны от уличной дорожной сети. Сметный расчет уже подготовлен и направлены ЮТЭК региональные сети. В случае положительного ответа и изыскания средств вопрос освещения будет решен в следующем году. От молодого поколения мы слышим, скажем так, только положительные отзывы. Единственное, что, конечно, в вечернее время недостаточно света. Данные ошибки, скажем, будем исправлять. А на самом деле очень воспринято, скажем, радостно, с пониманием, что это необходимо. Пора прекращать, скажем так, посиделки в подъездах и так далее. А активно развивать, скажем, молодое население. Первые велосипеды и самокаты проехали по памп-треку в конце августа на открытии фестиваля «Тепло». И с тех пор большие и маленькие любители экстремальных видов спорта намотали здесь уже десятки километров. Игорь Шмелев, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Чем больше, тем лучше. В «Нефтьюганске» проведена большая работа по высадке цветов, кустарников и деревьев. Активное участие в ней приняли и жители, и депутаты. Помогали составлять план работы и участвовали в озеленительных субботниках. А что удалось получить в результате, смотрите в следующем материале. С каждым годом озеленение нашего города принимает все большие масштабы. Учитывая климатические особенности нефтьюганска, к закупке саженцев каждый раз подходят с особым вниманием, чтобы каждое растение прижилось и радовало жителей своей красотой. Пытаемся учитывать декоративные качества, а также свойства кустарников и деревьев, которые могли бы перенести нашу зуровую зиму, которые отличались неприхотливостью и приживаемостью, которые будут высажены у нас на территории. В этом году выбор пал на спирею бумальда, акацию, некоторые сорта черемухи и голубую ель. Их высаживали в течение всего лета и даже осенью. В этом году на основании пожеланий жителей, также депутатов, были озеленены территории. Это в первом микрорайоне вдоль улицы Ленина, в районе многоквартирного дома 24, в девятом микрорайоне, в четырнадцатом микрорайоне. По инициативе депутатов Думы в пятнадцатом микрорайоне появилась живая изгородь из более чем 160 саженцев акации. Общая протяженность ее составила 705 метров. В девятом микрорайоне летом появилась черемуховая аллея, а на днях ее дополнили 43-мя кустами спиреи бумальда. Жители активно участие принимают, так как много обращаются со своими предложениями, помогают нам места показывать, где возможно высадить, но также депутаты активно участие принимают. В этом году высаживали, учитывали мнение, вот сто процентов учитывали мнение депутатов пятнадцатого микрорайона, девятого, четырнадцатого микрорайонов. Всего в этом году высажено 866 саженцев. В следующий сезон проект по озеленению нефти Юганска продолжится. Если вы хотите увеличить количество насаждений в своем микрорайоне, можно направить предложение в отдел экологии или депутату по вашему избирательному округу. Екатерина Балакина, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Путешествие в прошлое. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья провели экскурсию по музейно-выставочному комплексу «Усть-Балык». Региональная спортивная федерация хоккея реализует социальный проект «История успеха инклюзивного хоккея», где воспитанники знакомятся с историей Нефтьюганска. Пятнадцать ребят, гуляя по пятачку, внимательно слушали рассказ об образовании города. Сотрудники музея познакомили их с достопримечательностями Нефтьюганска. Юные хоккеисты узнали больше о белокаменной ротонде, реке Юганской опии с культурой медведя, а также о первопроходцах, участвовавших в возведении Нефтьюганска. Такое мероприятие позволило ребятам больше узнать о культуре нашего города. Отражающее развитие человеческого общества. Ровно 40 лет назад, в октябре 1983 года, свои двери открыла Нефтьюганская общеобразовательная школа номер 8. В честь этого праздника в актовом зале учреждения состоялся праздничный концерт. Принести свои поздравления собрались почетные гости, в том числе и выпускники прошлых лет. Далее специальный репортаж Екатерины Балакиной. Начать решили с экскурсии. Большая часть приглашенных гостей – это выпускники. Со времени последнего звонка каждого из них прошло несколько лет, поэтому не мешает обновить воспоминания. Почти каждый коридор так или иначе изменился. Мы хотим представить вашему вниманию наш экологический уголок, который появился в школе благодаря нашей работе над социальным проектом «Возь лет на земле», реализацией которой мы занимаемся 5 лет. До этого времени нам удалось сохранить не один десяток деревьев и помочь детям, обсуждающимся, драгостоящим лечением. А тут небольшая, но уютная библиотека, куда гости принесли несколько новых и полезных для школьников изданий. Я хочу обратить ваше внимание на читательский уголок, который появился в нашей школе в 2015 году и был реализован в качестве проекта. Он был создан для того, чтобы пополнить читательский указок наших учеников. Теперь здесь на переменах собираются школьники, чтобы почитать книги, обсудить интересные темы и даже поспорить. Все гости переместились с коридоров школы в ее сердце актовый зал. Именно здесь из года в год проходят все праздничные мероприятия, будь то первый или последний звонок, линейки, конкурсы или фестивали. Вот и ко дню рождения школы провели большой концерт, где в подготовке номеров могли принять участие все желающие – и ученики, и педагоги, и выпускники. Важный и, наверное, самый приятный этап праздника – это поздравления. Каждое теплое слово не только поднимает настроение, но и дает новые силы, которые пригодятся для будущих свершений. За 40 лет вы выпустили несколько поколений выпускников. Кто-то вернулся в наш любимый город и продолжает трудиться здесь во благо нашего города. Учителям желаю и дальше прививать тягу к знаниям, а ученикам успехов и новых достижений. Никогда не забывайте свою школу. Пусть ваша школа остается тем местом, где каждый ученик способен развиваться и взрослеет. Пусть ваша школа будет вторым домом для учащихся, где будут теплота и уют, а педагогический коллектив будет помощником и наставником для них. Ученики будут креативными, успешными. Все это очень важно, ведь школа живет и развивается благодаря сотрудничеству учителя, ученика и родителей. Ваша школа славится замечательными педагогами, настоящими мастерами своего дела. По традиции все выступающие провели этапы награждения. У каждого педагога немало успехов, которые наши учителя достигают ежедневно. Однако, как признаются многие работники сферы образования, лучший подарок – это признание от любимых учеников и память, которая не угасает даже после выпуска. Общаются, приходят, и фотографии высылают, и на свадьбу приглашают, и деток приводят уже. Здесь дружные и, наверное, самые сердечные люди. Страна неравнодушия, так у нас называется школа. Школу помню совершенно другой, но как было, так и есть дружелюбные учителя, и все встречаются с улыбкой. Действительно, незабываемые эмоции, все, которые мы получили в школе, помню их до сих пор и с теплотой. Сейчас в приоритете сделать школьное пространство одинаково комфортным и приятным для всех, кто ее посещает. Для педагогов, чтобы уроки проходили продуктивнее и интереснее. Для школьников, чтобы образование было многогранным и доступным для каждого. Ну и, конечно, для родителей. Мы просто приумножали то, что у нас есть. То есть преобразовывали свой дом, делали его комфортным, уютным. Причем в этом помогали и ребята, и родители. Мы создавали уютности, уголки, в которых можно общаться, ведь общение – это очень важно. Причем и между взрослыми, и детьми, и родителей в том числе. Мы пытались создавать атмосферу, атмосферу неравнодушия друг к другу. Так одним из самых больших достижений последних лет стал кабинет для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Причем не просто школьное помещение с партами и доской, а имитация кухни, что поможет воспитанникам приспособиться к реальной жизни. Мы отличаемся от других школ, что у нас учатся дети с особыми образовательными потребностями. Поэтому, наверное, мы отличаемся как раз вот этой бережностью к детям и друг к другу. Мы являемся региональной площадкой инновационной в этом направлении. Сейчас в планах продолжать намеченную работу и воспитывать нефтьюганских ребят. И вместе с ними принимать участие в конкурсах и интересных проектах. Тем самым еще больше улучшая любимую школу. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Обеспечивают подготовку и перекачку нефти в рекордных объемах. Вот уже 35 лет этим занимаются сотрудники ЦППН-3 РН «Юганскнефтегаза». С опорой на прошлое цех уверенно смотрит в будущее. К юбилейной дате нефтяники подошли с хорошими производительными показателями и ближайшими перспективами для роста. Подробности в сюжете наших коллег. Для преданных делу нефтяников нынешняя осень – время особенное. Коллектив отмечает юбилейную дату – 35 лет с момента открытия этого важного объекта. Праздник, однако, не повод для отвлеченных мыслей. Производство ведь безостановочное. В ЦППН-3 поступает нефтяная эмульсия с 12 месторождений. И необходимо качественно подготовить и доставить углеводороды. Цех развивается даже, можно сказать, где-то эволюционным путем, где-то революционным путем. Суть заключается в том, что открылось два мощнейших объекта – это УПСВ «Майская», УПСВ «Чупальнского рецензионного участка», УПСВ «Московство» так называемое. УПСВ – это установка предварительного сброса воды. Возводят такие объекты в местах устройства дожимных насосных станций. Для краткости называют ДНС с УПСВ. Так вот, необходимы они для отделения нефти от пластовой воды и попутного газа. УПСВ «Майского месторождения» ввели в эксплуатацию 8 ноября 2021 года. Нефтяники ждали открытия объекта с нетерпением. Ведь в перспективе добыча черного золота будет только расти. «Чупальнское месторождение, насколько вы знаете и слышали, оно разбуривается. То есть поток жидкости еще больше будет поступать. Мы подготовились, мы расшились, поставили диаметр больше труб и более мощные насосы. Также поставили замену, произвели насосных агрегатов на водяных насосах. Поэтому мы готовы». Объемы растут, а вместе с тем увеличивается и персонал ЦППН-3. За относительно небольшой срок количество сотрудников выросло вдвое и теперь составляет порядка 320 нефтяников. Руководство РН «Юганскнефтегаза» понимает всю сложность поставленной задачи, поэтому и запланировало провести глобальную реконструкцию ЦППН-3. «Процентов 70 цехов будет перестроен, начиная от трубопроводов, заканчивая системами, электроэнергоснабжения, будут полностью переформатированы технологические режимы, аппаратное обеспечение. То есть очень серьезная реконструкция». В ближайшее время задуманное будет воплощено в жизнь, а значит, в трудовой летописи ЦППН-3 откроется очередная славная страница. А кто впишет туда свои имена, покажет только время. Одно точно – это будут люди достойные, уверена Алла Мозоль, один из главных ветеранов ЦППН-3. «Молодежь приходит, умные ребята, можно положиться на них, разбирается во всех технологиях, во всем. Самое главное, что человеческие отношения, это сохранилось на протяжении нескольких лет уже». Алла Алексеевна знает, о чем говорит, ведь она трудится практически с самого основания ЦППН-3. Сперва исполняла обязанности заместителя начальника цеха по социальным вопросам, теперь работает оператором технологических установок. Дело свое любит и мечтает, чтобы родной ЦППН-3 двигался только вперед. А на этом у нас все. До встречи в эфире.